Я, Чмир Александр Сергеевич, 79-го года рождения, проживаю в городе Нежине Черниговской области. С 20, примерно с 23-х часов 5-го декабря 2013-го года находился на Майдане независимости, когда приблизительно после 5-ти часов утра 6-го декабря этого же года услышал от находящихся возле меня людей, что случилась какая-то чрезвычайная ситуация, и люди побежали в сторону улицы Институтской. Я побежал за ними, люди, часть из них побежали в сторону крыши торгового центра «Глобус». Я побежал тоже, забежав на крышу торгового центра «Глобус», я увидел лежащего на земле, неизвестного мне мужчину, на лице которого были видны повреждения. Присев возле него, я увидел, что изо рта идет кровь, венозное с густками, с пузырьками, наверное, кислорода. Также на лице неизвестного, с левой стороны лица были кровоподтеки, где-то от виска до челюсти, с левой стороны. С правой стороны выше брови, а последствия, когда я приподнял голову, и увидел, что и на височной части было рассечение, откуда тоже текла кровь, но сначала незначительно. Я сразу попытался нащупать пульс на левом запястье. Пульс был слабый, но был слабый нитевидный пульс, неровный. Также с левой стороны на еремновении пульс тоже прощупывался. Когда я уже прибежал, возле потерпевшего находился неизвестный мне санитар, который смывал с лица потерпевшего кровь. Чем пытался бы оказать ему помощь, он мне сказал, что он подумал, что у потерпевшего лепсия, потому что кровь была действительно сначала похожа на пену кровавую изо рта. Он сказал мне, что он перевернул его на правый бок, чтобы избежать попадания крови в дыхательные пути. Я попросил его сделать мне ватные или марлевые тампоны, чтобы удалить кровь из ротовой полости потерпевшего. Что я сделал? Потом, после этого, опять же, я, когда очищал рот потерпевшего от сгустка в крови, нащупал язык, язык был сокращен в тонусе. Потом, когда я удалил кровь, сразу же пошло сильное горловое кровотечение через рот. И потерпевший стал, как сказать, температура тела, температура лица, шеи, рук стала падать. Кожа начала приобретать серый оттенок. Оттенок, губы. Я попытался развязать шарф аккуратно, чтобы он был одет в очень много теплой одежды, несколько кофт. Пытался с санитаром расстегнуть их. Через какой-то буквально, через несколько минут, пока мы пытались оказать какую-то помощь потерпевшему, приехала первая карета скорой помощи, подошел врач и консортировал смерть потерпевшего. Больше я ничего не могу добавить к ситуации, которая произошла, либо к обстоятельствам, которые произошли и привели к смерти потерпевшего. Я просто пытался оказать первую медицинскую помощь. Скажите, была, скажите, плащила ли вы какой-то предозрелый пассив? Нет, я не видел, я забежал по кратчайшей дороге. Вот увидел только потерпевшего и людей, которые случайно оказались, которые просто смотрели. Ну и санитар, который пытался что-то сделать. Я сразу начал оказывать первую помощь, и в принципе ничего больше и не видел. Вот не видел, абсолютно. Санитар Все longevity. Субтитры сделал DimaTorzok